Приветствую, меня зовут Виталий. Занимаюсь настройкой контекстной рекламы, созданием сайтов, настройкой CRM систем, аналитики, в том числе сквозной аналитики, колл-трекинга и другими IT услугами. Занимаюсь этим порядка уже, наверное, 6-7 лет, если в общей сложности брать. Начинал там с электронных торгов, зарубежные аукционы, обучению SEO по зарубежным курсам, по российским курсам, были свои проекты, потом пересматривал всю свою индустрию, пересматривал свой опыт и куда я хочу развиваться. Вот сейчас мое направление – это контекстная реклама. Познакомились с Яндекс.Директом мы порядка 2 лет назад, даже больше, это было 2,5 года назад, но на самом деле опыт был еще дальше, давно, когда я начинал только с SEO, это было ознакомство с сайтбордс, то есть там были чисто пробы, как это все дело работает, так называемый арбитраж, то есть я регистрировался в партнерских сетях, зарубежных это было, и пробовал генерировать заказы через Google AdWords. Что-то было успешно, что-то нет, но больше не успешно, потому что саму идеологию понимания я не знал, как это все дело устроено, и поэтому от контекста рекламы отошел. За Константином Горбуновым я не то, что наблюдаю, я пользуюсь и пользовался его уроками, начал, наверное, года полтора назад, то есть это было так, то есть его уроки и еще какие-то уроки. Потом постепенно я начал формировать мнение, что мне нужен человек или команда, которая, собственно, тот набор знаний, который у меня уже есть практически, и в том числе вопросов моих клиентов уже, можно будет задать человеку, который все, грубо говоря, структурирует. Самое сложное в этой всей системе – это структурирование информации, как интернетом, так и собрать контекстную рекламу. И, собственно, поможет мне, ну не то, что внедрить, поможет мне своим опытом, не только как технический специалист, но как и бизнесмен, организовать свою структуру по взаимодействию с клиентами, по работе с этой контекстной рекламой. Самостоятельно я обучался у австралийской компании, команда ребят, но она больше обучала SEO и частично затрагивала AdWords. Это был мой первый опыт касания именно со стороны, как я что-то изучаю и пробую воплощать, а именно со стороны кто-то дает какой-то поток информации, я его воспринимаю, перерабатываю и, собственно, даю. Но на тот момент английская речь еще была сложна, но меня это подстегивало тем, что первоисточники вроде как у нас тянутся все за рубежа и это, собственно, смотивировало изучить язык и всю информацию тянуть оттуда. Но потом пришло мнение, что у нас уже достаточно сформировалась, так сказать, ниша, сфера людей, которые уже обучают этому всему делу. Ну и, собственно, принял решение, что нужно остановиться на специалисте и поработать непосредственно с ним. Что было в клиентах, доходах, заявках у меня до этого? Это, значит, были небольшие чеки, неосознание того, что я делаю и, соответственно, распыленность во всех действиях моих и стоимость, допустим, работ, которая там была 3-4 тысячи. Собственно, с чего сейчас многие начинают и я их тоже не понимаю, как в свое время не понимали меня. Ну, есть вероятно, что так устроена система обучения. То есть сначала у меня ошибки, ошибки, и потом, собственно, находят специалисты, с которым работаем. Собственно, по заявкам клиентам у меня было их до этого больше, сейчас стало меньше. Объясню сейчас почему. Больше их было потому, что были клиенты, которые, собственно, довольствовались моими услугами и я оказывал им какие-то виды услуг, работ, за какую-то небольшую стоимость, не осознавая той ценности, которую я, собственно, не приношу. Костя дал понять, что в каждой работе есть, соответственно, ценность, есть затраты человека-часы, есть смета. И Константин дал вернуть со стороны не как специалиста, хотя он сам является хорошим специалистом уже много лет, а со стороны именно бизнесмена, который координирует работу этих специалистов. То есть мне это также было важно. И сейчас стоимость работы, которую я беру, троекратно, даже четверократно и больше выше. И, соответственно, чеки, которые получилось закрывать во время обучения, они, ну не то, что сказать, необычны для меня, они были немножко переломным событием, когда я взглянул на этот рынок немножко по-другому. И, соответственно, те стоимости, которые люди оплачивают за создание контекстной рекламы и те смыслы, которые я пытаюсь донести до своих клиентов, они в итоге приносят дополнительную прибыль, дополнительные продажи через эти каналы продаж. То есть это, получается, важно. И этот момент очень тяжело было ловить. Вот. За все время было сделано много работы по тому, как должна анализироваться вообще компания каждая, не то, что сфера бизнеса, ниша, а вот именно каждая компания. Начиная от сайта, хотя бы какой-то уровень первичный отдела продаж, понимание, как у них ведется учет клиентов всех этих. И, собственно, уже переход к созданию и пониманию, как устроен сайт, как фирмы, которой я собираюсь оказывать услуги и сотрудничать длительное время, так и сайты конкурентов. То есть сайт, что такое сайт? Сайт – это, по сути, электронная копия вашего лучшего менеджера по продажам. То есть он, по идее, должен говорить с клиентом, подогревать его интерес за счет таких триггеров, как уникальное торговое предложение, доверие к сайту. Соответственно, это все дело складывается не из того, что владелец фирмы хочет этот цвет или хочет эту фразу разместить. Он сравнивается из адекватности и реальности событий, которые происходят в данный момент. То есть анализа конкурентов этой компании и того региона, если уж более точно говорить, с которым придется работать. Соответственно, сами рекламные инструменты технические, как был Яндекс Директ, Google Adwords, социальные сети. Спасибо Михаилу в этом. Очень дали понятие, очень дали хорошее понимание, как именно им с ними нужно работать. То есть какие-то алгоритмы работы были выработаны, я их называю, честно, неправильными. То есть они были, результативность приходила та же в итоге, но те затраты и те, так сказать, делодвижения, которые нужно было сделать, они намного больше. Константин помог все это дело структурировать и как в Яндекс Директ, Google Adwords, аналитика. Ну, аналитика – это уже следующий этап. Это уже сейчас он идет и будет уже идти после того, как тренинг закончится. Вот для меня это был тоже важный момент понимания того, что я делаю, оценка этих результатов. Потому что до этого я понимал, как с этим работать, но не осознавал саму ценность, на какие показатели нужно смотреть. Вот Константин и Михаил эту информацию на меня донесли верно. За время тренинга, так, мне за время тренинга получилось сделать три, эти три клиента, собственно, с теми идеями и с тем же миропониманием, которое я пришел в момент еще обучения на тренинге. У нас еще, по-моему, одно или уже несколько занятий еще останется до конца тренинга. Но уже получилось из этого дела заработать реальные деньги с клиентами, которыми мы продолжаем до сих пор сотрудничать. То есть моя цель, я себя позиционирую, как не взять рекламную кампанию на строй, интереснее взять кампанию на строй и получать с нее постоянно денег. Но не за счет того, что выставлять каждый месяц счет и умолять людей заплатить, а за счет того, что ты им покажешь, ты им настроишь или сам, или с помощью партнеров своих, которые более грамотно разбираются в IT-услугах, той же CRM-системе, сквозной аналитике. Настроишь всю цепочку, покажешь, что именно этот рекламный канал дает им деньги, не заявки, не клики, а вот именно он дает им деньги и что часть денег можно оплачивать мне, чтобы у них этот доход был постоянно. Вот, собственно, вся магия, так называемая. Изменилось, собственно, многое. Как я уже говорил, изменилось мышление. На мой взгляд, очень трудно сейчас найти тренинг и наставника. Я еще конститивно пошел, собственно, на наставничество. Это была моя первая точка соприкосновения с ними именно как наставника. Найти трудно ту кампанию и тех ребят, которые все это дело структурировали. Я специально заостряю на этом внимание, что именно структурированного того потока информации, который сейчас находится в интернете, это, грубо говоря, золотая жила, кто это делает правильно и грамотно. Константин это делает правильно уже на протяжении 10 потоков. Собственно, это было ключевым выбором меня как заказчика и его как исполнителя вот в такой обучающей практической деятельности. Тематики сайтов были в основном со строительной тематикой, что-то было с электроникой. То есть те темы я выбирал, которые мне, собственно, ближе. И я в чем более имею, так сказать, экспертность. То есть у меня было давно понимание, но здесь я окончательно понял, что директолог, может быть, который заканчивал, к примеру, какие-то гуманитарные услуги и когда к нему обращается человек, который хочет, допустим, настроить какую-то рекламную компанию для инженерной тематики, это достаточно сложно именно на моменте, как сказать, сленга и понимания заказчика и исполнителя. То есть тут не только техническая часть уже встает, а понимание индустрии, их терминов оборота и, что важно, клиентам моего клиента. Собственно, результаты и стоимость заявок были различные. То есть где-то было больше, где-то было меньше. Сейчас объясню почему. Когда я анализировал уже существующие рекламные компании, получилось снизить на 30-40-50% именно тех клиентов, с которыми я уже работал. И, соответственно, с новых запусков, которые я запускал дополнительно рекламной компанией к тем существующим клиентам, получается, изначально стоимость заявок и всего этого дела была больше. Объясню почему. Потому что очень важный момент. Получается здесь не только запуск, а именно тестирование и понимание, как работает именно связка контекстной рекламной сайта. То есть заявка изначально может стоить X. То есть мы не знаем, сколько она стоит, если мы не приходим уже к клиенту, у которого уже что-то запущено и он хочет что-то улучшить. И здесь, получается, я столкнулся с реальностью, это реально так и есть, от этого никак не убежишь. Мы запускаем тестовые рекламные компании, смотрим, что у нас получается, считаем показатели и, соответственно, прикидываем, дает ли нам эта рекламная компания эффективность, деньги больше, чем мы на нее затратили или нет. Или что мы можем сделать или на самой рекламной компании, или на сайте, или в офере, в уникальном торговом предложении клиента, как бы эту заявку уменьшить. То есть это очень важное понимание. И именно с этих цифр многим директологам будет проще общаться с клиентами и самим клиентам в дальнейшем смотреть на всю стратегию инвестирования в рекламные компании. Константин это очень заходчиво доносит на своих примерах, именно жизненных, не как технаря, а как именно бизнесменов. Поэтому я рекомендую всем ребятам, кто принимает решение или еще раз думает идти или не идти, вам нужно идти. Вы просто будьте готовы, что вам нужно будет 3-4 месяца погрузиться и принимать ту информацию, которую дает Константин и Михаил. Потому что если вы знаете какие-то моменты, вы просто воспринимаете информацию и продержитесь до конца. То есть вот здесь вот самая сложность – это дотянуть до конца и не сдуться. То есть сейчас маркетинг немножко трансформируется, 2017 год, и у нас получается такая ситуация, что если вы настраиваете индекс директ, ну Google AdWords кто-то настраивает, кто-то тыркается настраивает. То есть сейчас все меняется, сейчас нужно все рекламные каналы охватывать и собственно там развиваться. И делать это желательно хорошо, а хорошо это получится скорее всего делать, потому что сейчас появляются и уже есть, и кто-то уже активно их внедряет, как средний, так и малый уже бизнес, инструменты, которые позволят контролировать именно всю работу директолога. Ну директолога – это так уже узко, маркетолога, даже если вы на аутсорсе. И собственно бизнесмену становится понятно. И сейчас существует много компаний и ребят, которые занимаются аудитом. То есть если сделаю что-то не так, можно отдать, кто-то бесплатно делает это за деньгем рекламную компанию на аудит. Если там будут грубые ошибки, ну вы себе авторитетность потеряете. И 2016, 2017, да и вообще всю жизнь очень важный такой момент, что нужно понимать, что вот вы делаете работу, и собственно она должна приносить результат именно финансовый для ваших клиентов. А сейчас все дело не усугубляется, а становится более прозрачным для ваших заказчиков, так как они вашу работу могут отследить. Это в принципе очень хорошо для ребят, которые занимаются именно, ну так сказать, на профессиональном уровне, и понимают для чего они это делают и почему берут такие деньги. Еще раз спасибо Константину и Михаилу за всю работу. Я очень благодарен, что мне получилось найти таких ребят, которые донесли до меня правильно всю информацию. Буду развиваться, буду следить за их обновлениями, новостями. Спасибо, всего доброго, всем удачи, хороших и больших продаж. До свидания. Продолжение следует...